всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал нет худа без добра с вами фэшн фрик русского ютуба ольга швец 20 лет посвятившая модельному бизнесу даже с лишним наверно организации конкурсов красоты фотографирую наверно двухтысячного публикуюсь на волк италия делаю офигенные макияжи и так далее как бы говорю умные вещи говорю правду но прирост на канале сгульки но за два года клянусь значит ну на ютубовской рекламе заработала ровно 6 долларов видео моими никто не делится визажисты ходят видимо что-то подсмотреть как пришли так и ушли молча ну и вот как бы остается только одеваться в петрушку да вот как бы хоть одна надежда что кто-то скажу посмотреть какая идиотка и и пошлют дальше поэтому как бы будем сейчас общаться в таком формате прошу любите жаловать меня в новом образе много интересного пустые баночки и так аромат может быть или быть может линейка города сейчас называется париж это больше всего похоже на то что было раньше флакончик выглядит вот таким образом времена меняются вот здесь на обороте наклейка тут что было написано сейчас этот парфюм подойдет разве только что как ароматизатор белья и да простят меня уважаемые изготовители но он из всего что есть в линейках он больше всего похож на тот быть может который вы помните но как самостоятельный парфюм скорее всего нет буду ли брать еще не за что разумеется у вас сразу же появится вопрос что у меня на глазах ну потому что достаточно это поле . отелье она называется ты 02 вот и она идет из такого шиммерно-белого конечно же ухан докона у нас любят ютубовские такие ники без лица мимо проходящие там писать фу-фу-фу я один раз видела потрясный мейк ирины обызовая у него как у любого визажиста который загружен работой а не тем чтобы протирать себе стол точить ногти и значит искать ракурс под которым это все снять круче ну и естественно вся косметика заляпана и там значит началось фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу короче так те кто нормально работая тем как не то протирать некогда покажу сводчик вам значит это палеточка была приобретена в городе париж вот видите да и видите какая пигментация это вам болен не зоева и как там еще что там у нас лорак про ага можно сравнить сделающее сравнение не в пользу лорак про он будет специально для тех кто его нахваливает он переносится чудесненько переносится вообще весь мы их сделаем такой одной кисточкой значит палеточка которая была приобретена во франции у нее есть отличительная способность она отличается от тех палиток которые приобретены в россии те которые приобретены в россии у них здесь есть дополнительная наклеечка значит ну там написано индустрия красоты бла-бла-бла и все такое вот у этой палеточки этого нет она приобретена в париже значит и если ее сравнивать с теми русскими двумя палетками которые мне подарили французские тени это честно суховатые вот что я вам скажу они они не хуже они просто суши то есть те тени которые у нас здесь продаются они качественно получше будут но это мое мнение субъективное у вас может быть другое мнение у большинства же у нас какое мнение если франция то это ого-го а если россия то это вот такое вот все значит так поехали дальше что там у меня значит масло очень хорошо работает вы помещаете ампулку у меня где-то здесь была еще пустая ампулка вот такая вот она пустая ее стаканчик помещаешь с горячей водой потом капельку на руки и на волосы переносите тест на аллергию обязательно нужно сделать и в общем буду ли братья я ищу это раздавка и всего буду испортился маграф это бренд который я нежно любила наверно начало девяностых у них было такое потрясающее молочко для снятия макияжа да 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 значит чайные розы там какой-то в общем очень такой был аромат приятный привычный продукт работал хорошо да сколько можно падать там полтергейт в общем буду ли брать еще маграф пожалуйста исправляйтесь я любила вашу косметику я хочу любить ее дальше у меня уже не получается потому что вот это вот идет вроде как молочко для тела я использовал как для снятия макияжа а может весь маграф хорош только для снятия макияжа и больше ничего буду ли брать еще нет не буду даже фикс прайсе даже за 50 рублей открытие продается везде вот такими вот двумя склеенными штучками гель и да гель для душа и значит лосьон для тела но если вы захотите купить один из этих продуктов он будет стоить так же как два поэтому рассуждая логически нужно покупать сразу два этот с гранатом он переформулированный познакомила меня с ним и ручка и ручка большую тебе привет большую спасибо и буду ли я брать это еще да буду лосьон для тела я надеюсь там есть что-нибудь да вот видите какие пустые вот видите вот он он действительно увлажняющий он очень имеет приятную влажную текстуру имеет очень хороший аромат и он совершенно не дискомфортный то есть я просто привыкла к нему наверное но гель у меня как-то дольше шел и потом это долго лежал и ждал пока тоже как бы точится гель и в общем вот так у меня там собаков хрих итак что у нас еще имеется вот 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 вообще пожалуйста обратите внимание я покупала 2 прошлом летом Одна у меня валялась в визажистском кейсе, идёт как гиалуроновая кислота, идёт как увлажнение, и, в общем, для ухода за кожей, бла-бла-бла, всё хорошо. Бренд называется ДНС, почти как ДНС, но только это другой ДНС. И, значит, тут у меня первый-то стал заканчиваться, и я такая, а, у меня второй есть, значит, я, значит, первый дарю, а там было, ну, где-то вот так ещё оставалось. И, значит, открываю этот, видите, его тут много, но сложность этого продукта заключается в том, что у него не работает вот эта вот штука. То есть, и в первом, видите, вот, вот она, она какая-то неправильная, то есть, так не должно быть. Если я беру любой продукт, в котором можно нажимать на помпу, я нажимаю, и продукт поступает, то в случае вот с этим брендом, всё с точностью наоборот. То есть, ты жмёшь на помпу, и ничего. Можно неделю вот так сидеть, ничего не изменится. Я такая, ну, ладно. Может быть, у кого-то тоже проблемы с этим брендом были, потому что и в первом случае тоже были какие-то проблемы, и всё сложно, потому что вот это вот, вот это вот, оно тоже крутится, вы понимаете, и это не достать. То есть, какой гений вот это разрабатывал, я не знаю, голову мало оторвать. Буду ли брать ещё сам по себе продукт, как увлажнение, классный. Но вот эта упаковка, вот просто, не знаю, подпишите дружеский пакт о ненападении с Гринмамой, возьмите у них вот эти вот штучки, и будет вам счастье. Только напишите здесь своё название, потому что как бы гиауроновая кислота, которой нельзя воспользоваться, это что-то такое сродни, я не знаю, фильма ужаса. У тебя Алиса, как у Дориана Грея, скукоживает, у тебя не остаётся единственный продукт, но его не достать, его просто не достать. Это даже не лиса вокруг кувшина, это вообще просто вот Алиса в зазеркале, а ты как бы смотришь за этим всем с Луны и через телескоп. Ну, короче, я не поняла, что я сказала, неважно. Ну, купила вот такую штуку, я надеюсь, что там ещё есть зарядка. Да, зарядка есть, купила вот такую штучку, это освежитель воздуха, вот он кончился. В чём его-то Айрвик, и здесь сказочный сад, зефир, малина, роза, сменный баллон для таких вот этих автоматических. Я такая, эээ, многослойный аромат, тут такие всякие пралинешки, розочки-малинки, там зефирки. Я такая думаю, боже, как же будет вкусно пахнуть. Но к нему моментально принюхиваешься. Так вот, продолжим разговор. Значит, вот этот самый баллончик, сказочный сад, зефир, малина, роза, многослойный аромат. На поверху дня, короче, оказался такой, вот такое, знаете, ощущение, что где-то дома лежит очень много не очень свежих конфет. Во-первых, его очень быстро перестаёшь слышать, то есть вот только ты, когда начинаешь им пользоваться, всё нормально. А потом проходит какое-то время, буквально там, не знаю, ну может быть неделя, и ты просто его не слышишь. То есть он где-то там фонит, ну с разницей там 9-18, какой там, там даже в 40 раз, в 40 минут он может выпускать автоматически струйку вот этого освежителя. Но, тоже вот он кончился. Пахнет приятно, правда. Но такое ощущение, что дома где-то в углу лежат старые конфеты. Буду ли брать ещё? Нет, не буду. Я лучше возьму тот, который у меня был до этого такой с ананасом и цветочком. Вот он классный. И не знаю почему, но он правда классный. И тот я буду брать, я его, к сожалению... Я не помню, я то ли его подарила, когда купила этот, там оставалось ещё прилично, но он просто мне надоел. Но это вообще ни о чём, это выброшенные деньги. Вы даже слышать ничего не будете. Итак, моя любовь, моя морковь, это Новосвит. Увлажнялочка 24 часа. Я на это высую чуть-чуть, сидя. Так вот, коллаген, гиалуроновая кислота, увлажнение 24 часа, линейка большая. Пробовала я из этой линейки три продукта. Я покупаю уже третий или четвёртый раз и буду покупать обязательно. Пустые так пустые. Просто наносится крем каждое утро на очищенную кожу лица и шеи. Использовать как самостоятельный ухуд, так и в качестве основы под макияж. Да, не скатывается, да, ничего, никаких раздражающих факторов. Всё отлично, всё прекрасно. Брать буду, у них есть ночной гель. Я беру и беру средства для век. В среднем ценник рублей 200, поэтому бюджетно и качественно. Сейчас лето, иметь такое под рукой, круглосуточно, только в плюс. Буду ли я брать ещё вот эту пасту из фикс-прайса? Нет, не буду. Я даже не могу её закончить. И я не хочу её заканчивать. Я не хочу её брать. И, в общем, и вам тоже не советую, потому что... Потому что мне не нравится. Мне не нравится всё. Мне не нравится... Она такая полосатенькая. Да, вы помните, как мы в детстве пользовались, видите? Но... Ну, не то, не то. Не хочу я такое. Всё, не хочу. Значит, крем для рук от Натуры Сибирики. Половину израсходовала. Мучилась себя страшно. Мне не нравится. Лёгкий крем для ежедневного ухода. В увлажняет и смягчает. Аромат классный. Всё хорошо. Ну, это вот, знаете, это вот... Продукт... Который вот... Ну, он не идёт, понимаете? Вот бывает так. Вот он лежит, лежит, лежит и не идёт. И ты себя заставляешь. И ты себя уже там, я не знаю... Иди и попользуйся. Да нет, я не хочу. Ну, пожалуйста, нужно же добить. Не хочу. Вот не хочу. У них очень хороший зелёный крем для ног. Вот он классный. А вот это вот всё. Я мучилась, 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 мучилась. Вы знаете, после Фаберлик вот этой трёхэтапки... Это уже вот... Нет. Органик, шоп, шампунька, голубая лагуна, восстанавливает структуру волос, там делает их крепкий, натуральный, эко, органический, водоросли, жемчуг. О-о-о... Буду ли брать ещё? Нет, не буду. Почему? Ну, не хочу. Пишут, что нет СЛС. О-о-о, а как тогда пена появляется? Расчёт на идиот. Значит, вот такая серия, тоже половинка, мучилась, мучилась, так и не добила. В общем, не советую. То есть, те, кто не брал, не советую. Это вот такой нормальный вариант взять с собой на дачу, и там, когда вы поработали в огороде, и там, не знаю, помыли ножки. Вот у них есть такой крем-педикюр, и есть крем-маникюр. Вот есть педикюр для ног, маникюр для рук. И они иногда продаются в таких подарочных упаковках по две штуки, по какой-то очень-очень бюджетной цене. Облепиха и масло ши. Огрубевшую кожу рук. Вот, может, он с огрубевшей что-то вот делает, но если брать огрубевшую, у Невея есть такой соус-линейка, именно на зиму, она вот зимой появляется. В магазинах, в супермаркетах. Блин, это же крем-педикюр! Ну, короче, вот так вот, вот как-то так всё. Нет, спасибо. Моя любовь. Если сравнивать с музыкальным произведением вот этот продукт, то в фильме «Три мушкетёра», помните, такая песня была «Констанция», «Констанция», значит, там, и Д'Артаньян там бегал на деревья, опирался, и вот Алфюрова там фонила таким двойным изображением, её прекрасное лицо, вот это вот то же самое, это «Констанция». Это классный продукт, которого больше не будет в России. То есть мы его любили, мы его пользовали, мы его холили и лелеяли, но это как «Констанция» всё была и нету. Дело в том, что «Фаберлик» не договорился с брендом «Дебора», когда начались вот эти перепады с евро. «Дебора», видимо, решила, что Россия – это такой какой-то мелкий, бесперспективный рынок, и, как бы, в общем, они не договорились, и «Дебора» всё. Вот это я не выброшу, я, наверное, это просто в музей «Поле чудес». Ну, просто чтобы так вот рассказать, как у этого база, она фиолетовая, она выравнивает покраснение, она выравнивает всякие посинения, она вообще всё выравнивает. И продукт был достаточно такой приличная цена, я его покупала рублей, там, что-то в районе тысячи, просто я его увидела, он мне говорит, вот посвучите, посмотрите, а он вот так всё выравнивает, круто. Потому что я такая, мне говорят, подождите, подождите, это мой. Я говорю, ну, теперь мой, сколько стоит, 800 с чем-то, пожалуйста, получите, распишитесь, и так вот он стал моим, и я нисколько об этом не жалела, и если вдруг у Фаберлика будет возможность, нужно выпустить что-то аналогичное. То есть, хорошее увлажняющее, лифтинг, выравнивание и так далее, продукт отличный. Вот он реально просто на отлично, вот он, видите, то есть, это просто продукт на отлично, то есть, здесь нет никакого фотошопа, здесь, ну, ничего такого нет, вот видите, вот он выравнил, всё побелело, всё отлично, всё хорошо, всё прекрасно, всё прелестно. Вот. Люблю. Люблю так, что даже вот с баночкой расстаться невозможно, как я люблю его. Но его больше, к сожалению, мы купить не можем. Тыц, вроде бы почти что всё. Я покажу вот очки, которыми я буду...